Ух ты, как красиво, как картина прямо. Да, да, мы тут отлично сидим. О, надо мне шляпу надеть, и я тогда вообще буду красавицей. Давайте. Да, для телевизора надо обязательно шляпу надевать. Шляпу надо. Так, так, так. Ой, как здорово. Нормальные герои всегда... Да. Ой, красота. Да. Ну, я сейчас полчаса боролся с задачей подключить сервер для платформы. Больше полчаса. Никак не мог понять, как там все можно оплатить. Я так плохо разбираюсь в технике. Володечка, ура, ура, здравствуйте. Ну, какое счастье, как хорошо. Ну, грядут великие дела. Мы знаем, что придет большой праздник жизни, фестиваль платформы, на которой, к сожалению, никогда не была, но наслышана, конечно, неумоверно. И вот, пожалуйста, сейчас на ней вроде как получится побывать вообще любому жителю планеты Земля. Володечка, я, как ваш единомышленник и коллега такой, знаю, что очень полезно проговорить слух, как бы вот поговорить, чтобы самому себе выговорить и для народа, для соорганизаторов, для будущих зрителей, участников. Но вы мне помогаете вопросами. Да. Вы вопросы задавайте, а я вам все расскажу, как на духу. Замечательно. Ну, главный вопрос для начала, вообще, как вы это мыслите. Вы пишете прекраснейшие тексты, но мне показалось, что на слух все равно будет многим понятней. Вот как вы это мыслите, как это будет происходить. Даже для тех же зрителей. Обычно они собирают рюкзаки, едут куда-то на три дня, а тут они никуда не едут. Что они делают? Они должны все равно взять отпуск? Ниночка, до сих пор не совсем понятно, что у нас будет в начале июля, потому что эпидемиологическая ситуация меняется каждый день и возможны совершенные чудеса. Например, могут сказать, что с 1 июля отмена всех ограничений, а могут сказать, что нет, 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 ни в коем случае больше там 20 человек не собираться. Поэтому мы на всякий случай эти выходные в парке экспедиция все-таки забронировали. Но, конечно, более вероятно, та версия событий, что полноценный фестиваль мы попробуем все-таки осенью провести. Ну, там, например, в районе 10 сентября, мне как раз 45 лет будет исполняться. Хороший день рождения, там все дела. Вот. Ну, а сейчас мы сделаем онлайн-версию. Сейчас люди уже все очень устали от этих онлайнов, они всем надоели и так далее. Но обычно, когда все уже надоело и все устали, это значит, что сейчас все это кончится, и народ, наоборот, будет скучать. Такой, ну, где же наши онлайн-фестивали, где же наш карантинчик? И поэтому у нас получается последний онлайн-фестиваль. Мне кажется, в некотором смысле это даже хорошо. То есть мы прямо вот под конец карантина успеваем сделать большую, странную, гигантскую онлайн-штуку. Андрей Корк такой есть, гениальный программист, написал нам сайт. Он выглядит так. Это просто телевизор и 12 кнопочек. На каждую кнопку можно завести какой-нибудь YouTube-канал. И мы с вами там все будем. Вот на этих 12 каналах. То есть у нас Jetplug очень хочет присоединиться. У нас присоединяются прямо много разных городов. Да, у нас присоединяется Питер, у нас присоединяется Самара, у нас присоединяется Казань. Скорее всего, Иркутск. В общем, получается такой очень интересный телемост, где все со всеми могут как-то общаться. А еще у нас же есть супер-друганы, фирма СБТГ, которая научилась делать интерактивные эти стримы. Они смешали Zoom-конференцию и стрим-концерт. Очень красиво получается. Так что мы там частично вот так вот еще сделаем. А если вы нам еще выставку организуете, тогда вообще все будет волшебно. Мы думаем над этим, да, очень уже заклубились. Ну и думаем заодно, может быть, все-таки и музыкальное что-то сделать. Но вот хотелось как раз вот все это услышать, как это технически будет происходить, хотя бы приблизительно понять, чтобы сориентироваться, что мы в состоянии будем... Технически сейчас Ваня Ватрасов есть такой замечательный волонтер платформы. Он работает один из таких активных рабочих в СБТГ. И он просто в данный момент консультирует всех, кто хочет участвовать. Рассказывает подробно, как там лучше всего технически подключиться. Мне очень понравилось. Сергей Нотик из Бардрадио. Он с ним уже второй день обсуждал, ждал все эти консультативные дела, там все, как все правильно настроить, как все правильно стримить. И потом говорит, а вот в 91-м году, когда я организовывал там какой-то первый концерт свой, Ваня Ватрасов говорит, а я 2003-го года рождения. Вот такая вот у нас совершенно удивительная... Говорили тогда, да. Дружба поколений просто. Нет, очень получается высокотехнологичная штука, очень сложная. Но мне кажется, у вас есть все технические возможности из-за того, что телевидение артерии – это довольно тоже технологичная штука. А стримить научиться – это довольно просто. Они используют программу в MixCall, если не ошибаюсь. Ну, в общем, Ваня Ватрасов все подробно расскажет, мне кажется, вам. Вот, может мы сделать... Музыканты сидят дома, им не надо никуда выдвигаться. В том-то и дело. Они делали Дерфест онлайн. Я там был ведущим. Я там сидел в маленьком окошке на экране все время и со всеми подряд разговаривал. При этом я просто сидел дома через MixCall, соединенные с ними, а они уже прямо вот монтировали все на один экран. Сидела надкой, все монтировала. В общем, там довольно технологичная штука получается, почти как телевидение. В общем, надо просто с ними поговорить, посмотреть, как они все это делают. Да, все могут сидеть в разных местах. Можно запускать какое-то видео, которое уже отснято. Можно запускать живой эфир. Можно запускать вплоть до того, что зум-конференцию, оказывается, вот нашу с вами зум-конференцию тоже можно транслировать. Прямо ставишь экран, и с него забираешь все и транслируешь на YouTube. Главное, чтобы конечный продукт был трансляция на YouTube. То есть у нас сайт подхватывает YouTube трансляции. А как параллельно идут вот эти волны, это 12 передач? Хватает на это мощностей? Нет, вот, собственно, связи... Нет, ну это же все на YouTube. Там же все это идет на YouTube. А здесь сервис переключения между этими каналами. То есть ты сидишь как с телевизионным пультом. И можешь переключаться между разными. То есть это для чего сделано? Если у нас получится организовать хорошую рекламную кампанию, и много народа туда пригнать во время этого стрима, которые не знакомы с нами, чтобы вот эти вот драгоценные первые несколько секунд на сайте, они бы провели просто тыкая на эти кнопочки, смотря что где происходит. А мы в этот момент там кучу-кучу разного контента должны изображать, чтобы они заинтересовались. Одна из этих кнопок, чтобы их покорила своей какой-то удивительной... Задержала внимание как-то, да? Да, да, да. Вот это да. Ну, в общем, мы попробуем прямо треть денег, которые соберем народные, потратить прямо на интернет-рекламу. И посмотрим, что из этого получится. Если все так получится, как вот сейчас планируется, у нас будет прямо маленькая революция. То есть прямо мы еще несколько тысяч зрителей попробуем вот познакомить со всей этой нашей удивительной кампанией. Обделенных до сих пор... Унылых, обделенных, несчастных людей, которые вообще не знакомы со всей этой культурой или что-то знают, какие-то фрагменты. И на какие-то фрагменты могут прийти как раз и увидеть что-то совершенно удивительное. Так? Да, да, да. Так, собака начала гавкать. Это значит, кто-то к вам идет. Чунь, хора гавкать. У меня тут зум-конференция. У нее тоже. Она тоже участвует полноправно. Это еще ладно. Я тут когда на губной гармошке играю... Она поет. ...на каких-то стримах. Она поет, так поет, что громче губной гармошки. Этот номер вы нам делали на прошлой передаче. Да, 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 да. Володечка, у вас про зрителей вот этих потенциальных, они как? Они должны прямо вот эти дни себе, наверное, взять отпуск от всего на свете, потому что... Ведь эти стримы, они же будут часами. Ну, нет. Иначе они все пропустишь. Да, они там практически крутосуточно все будет, но там же на самом деле ничего не пропустишь, потому что все дальше лежит на Ютьюбе, и ты можешь еще раз все посмотреть. Ты не сможешь общаться, если ты будешь это просто на Ютьюбе потом смотреть. А там можно будет прямо общаться, причем в том числе на многих стримах можно будет общаться прямо с артистами. То есть некая обратная связь будет во время этих концертов. Но на самом деле это же теперь все просто в смартфоне. Ты можешь даже пойти куда-нибудь в лес, разжечь костер, поставить палатку, поставить смартфон и переключаться между сценами. Так, пойду на дырсцену схожу. Раз, посидел там, пообщался в чате и так далее. Такие open air. Устроить себе open air. Вот это прекрасная мысль. Можно сделать очень смешно. Слушайте, по всей земле такие палатки одиночно стоящие. Все находятся на платформе. Да, да, то есть открытая фестивальная платформа, она теперь прям вот полностью оправдывает свое название. И главное, что фестиваль вот в таком виде, он же абсолютно резиновый. То есть сейчас вот Марк позвонил, давайте чаще всего поучаствовать в фестивале. Я обычно Марку под разными поводами отказываю, потому что, ну, какие-то у меня когда-то давно-давно с ним были какие-то смешные истории. А тут, да и отказывать не надо, что фестивали резиновые. Чаще всего, так чаще всего. Ну и так далее. Да, особенно то, что это может быть теплая нейра, это, конечно, совсем как, да? Ну нет, ну просто сидишь на даче, поставил как некое радио. А если что-то там совсем тебя уже заинтересовало людей, увидел знакомых, то можешь еще сидеть и общаться. В общем, получается такая смешная штука. Мне больше всего нравится вот это вот географическое объединение всех. Это то, что, по идее, надо оставить даже, когда все эти карантинные ограничения кончатся. То есть то, что из разных городов вот эти телемосты, это прям хорошо. Конечно, надо практиковать. Это надо практиковать. Но это вовсю есть, слава богу. Вот у Паши Африканда замечательный тоже фестиваль. Единственное его отличие, что он разреженный, он тоже по всему миру, но очень качественные получаются замечательные передачи. А как делал Денис Клопов невероятные цирковые стримы, когда из разных стран цирковые артисты показывали, чем они занимаются во время карантина. Они дома сидят, им делать нечего, они там такие интересные штуки показывали. В общем, прямо как будто на хорошее цирковое представление сходил вот его стримы. Он тоже очень технологично делал. У него там прям зеленый фон. То есть он подкладывает разные картинки, как будто он сидит прямо на арене цирка и так далее. В общем, Денис очень технологичен тоже и тоже будет участвовать. В общем, у нас на самом деле... А как найти его стрим? Это его же можно как-то найти в Ютубе? Как вы подскажите, как найти? А он, по-моему, в Фейсбук стримил. Я не совсем уверен, не помню. Я видел, я просто в соцсетях видел ссылку и шел по ней. И получал огромное удовольствие от его цирковых стримов. Но он сохранился там, как вы думаете? Или непонятно? Честно говоря, не знаю. Адерфес сохранился? Его можно сейчас посмотреть? Не знаете? Хороший вопрос. Ну, по-моему, да. По крайней мере, если забить на Ютубе интерактивный стрим, то, скорее всего, там сразу появится СБТГ. Они сейчас крупнейшие специалисты по интерактивным стримам. Прекрасно. Здорово, что у нас такие друзья. Да, ну вот мы подумываем о выставке. Это будет отличаться от всего остального. Потому что... А, кстати, я хотела задать вопрос. А будут какие-то сквозные темы такие у фестиваля? Ну, какие-то идеи? Или, ну, как раньше было, название сцен там или какая-то... Нет, такого не будет какого-то каких-то... Нет, эти 12 кнопок, это же разные прямо сцены. Разные миры такие, да? Вроде как. Но там на разных... На одной и той же кнопке прямо иногда разные сцены будут. Потому что еще, в общем, все по времени, по часовым поясам интересно. Если джетлаг мощно подключится, у нас же будет еще американская русскоязычная аудитория. Это будет прям отдельный интересный прям праздник. То есть мы тогда будем в 12-ти часовых поясах существовать. Потому что, ну, там Иркутск точно смотреть будет. А вообще в целом и Владивосток будет смотреть. Это еще дальше. Мы будем существовать больше, чем в 12-ти часовых поясах. С Нью-Йорком у нас 12 часов разница. В общем, может получиться очень даже неплохо. Я еще сам не до конца понимаю, как все будет. Но будет весело. Это совершенно точно. Так что присоединяйтесь прямо. Вот эта вот вся идея с выставкой, она очень красивая. А ой, а тут еще одна интересная штука с выставкой произошла. Оказалось, у нас хорошие друзья в фейсбук-группе «Изоизоляция». Вы видели это удивительное явление? Ну да. Прям современное искусство. Анонимное и совершенно беспощадное в своем креативе. Там такое бывает. Такие удивительные люди. Сколько все-таки творческой энергии у людей. Вот они любят живопись, но не умеют, собственно, живописать. Поэтому они театрализированные вот такие вот фотографии делают. Это же, ну, просто прорыв какой-то. Явление культурное, однозначно. Хотя очень смешное, очень веселое. Потому что оно познавательное. И хотя бы будоражит любопытство, что же это за картины. Да, да. Причем картины есть очень диковинные и малоизвестные, мало широко известные, как говорят. Поэтому это очень интересно. И они будут тоже делать какое-то свое такое шоу, да? Я еще не совсем понимаю, как они поучаствуют и так далее. Но оказалось, что там прямо много наших друзей из-за изоляции всячески работает. Ну, как работают модераторы этого сообщества. Поэтому у нас там, скорее всего, оттуда тоже зрители придут. Это прямо очень хорошо. Они гигантское, динамично развивающееся сообщество. Они молодцы. В общем, у нас что-то совершенно грандиозное собирается. Я даже до сих пор не понял масштаб происходящего. Мне кажется, не осознал. Ну да. Потому что технически... Мне кажется, вы можете прямо... Не просто артерия. Вы можете прямо природотворчество для того, чтобы на следующий год все люди узнали, что вот такое вот чудо в Москве есть. Там предлагали нам и в апреле, чтобы мы вот нам всем вместе, потому что мы все вместе его делаем, фестиваль природотворчества, предлагали тогда сделать такой марш-бросок и сделать онлайн-фестиваль. Но тогда было очень щемящее ощущение, что сделав онлайн-фестиваль, мы как будто бы что-то придаем. Ну, это какая-то глупость, но тем не менее чувство такое было. Но мы стали делать тогда, как вы, наверное, заметили, просто концерты, беседы. Не концерты, а беседы с участниками. Поэтому они все сейчас мобилизованы как-то и призваны. И не забыли про этот фестиваль, а уже готовятся к маю 2021 года. Не побоюсь этого слова. И надеемся, что тогда он состоится. А вот сейчас просто действительно думаем, будет ли это артериальное какое-то высказывание или, может быть, природотворчество. И кто будут эти люди? Это будут участники фестиваля или это будут участники предыдущих фестивалей и природотворчества и Николин день? Или это будут вообще люди, которые никак не могут поучаствовать, потому что они очень далеко живут, в дальних странах. Физически не могут здесь оказаться. А может быть, вот тут как раз они и поучаствуют под нашей общей маркой. Мне кажется, очень хорошо, если Украина будет представлена. Обязательно. Все-таки артерия, вот эта удивительная культурная связь с Путивлем, ну и в результате... И не только с Путивлем. С Харьковом и так далее, и так далее. Это, мне кажется, прямо очень ценно. Будем стараться, будем надеяться, что все это получится. Мне кажется, какие-то совместные украино-российские культурные мероприятия, это прямо очень правильно. Да, это нормально, а вот и более того. Да. Это должно быть обязательно. А как же? Потому что мы все время скучаем друг по другу. Удивительная история. Вот сегодня юбилей Александра Литвинова, который венит дыркин. Расскажите немножко о нем. Ну вот он родился в городке Свердловка, Свердловск, в Луганской области. Потом он учился в Донецке. Потом он вдруг неожиданно резко прославился на фестивале «Оскольская лира» в Старом Осколе, Белгородская область. Потом он переехал в Воронеж, там собрал дыркинбэнд. Дырбэнд. Это тоже получается Россия. Это какие годы, Володь? Это в Воронеже он какие? Восьмидесятые, что ли? 96-97. А в 99-м он скоропостижно умер из-за того, что рак крови у него был. В армии где-то там какой-то чернобыльский вагончик. Ну, в общем, облучили его там случайно. В общем, такая совершенно нелепая история. Вот. Ну, и он был совершенно гениальный автор. И сейчас получается, что у него сильные фан-клубы в Киеве, в Москве, в Донецке, в Луганске. Ну, и по всему миру. То есть это движение, это один из тех удивительных случаев, когда автор умер, а все равно активно происходит вокруг его творчества в фестивале. Мы даже цирковое представление большое делали по его сказкам и песням в цирке Акумари. Ну, в общем, все время какая-то движуха. Хотя вот уже 21 год будет с его смерти. Все равно прямо живое нормальное сообщество. Там больше 20 тысяч человек в контакте у них, сообщество. Вы очень много потрудились, Володя, в этом направлении. Лично вы... Ой, да нет, я там только... Я-то знаю, что в артерии раза 4 был Дерфест, так что я знаю. Нет, там на самом деле это все героические усилия Петра Глухова. Да, это был человек, который просто, ну реально лет 10 своей жизни этому просто посвятил. Вот, а нет, ну я там просто вначале какие-то важные штуки просто придумал. Например, вот Дерфест, фестиваль, который может привезти кто угодно и так далее. В общем... Объединяющие названия, да? То есть название объединяется, объединяет всех, да? А происходить может в разных точках. Так? Я правильно понимаю или не совсем? Еще проще. Есть такой очень интересный подход к фестивальному строительству. Когда ты назначаешь некие правила и принципы, а после этого говоришь, ну вот, если вы эти правила и принципы можете соблюсти, то пользуйтесь названием вообще без проблем. Ну, у нас там принципы были совершенно простейшие. То, что мероприятие некоммерческое, а если получаются какие-то деньги от этого, то отправляются родственникам вдове маме. Да, а если... И еще одно правило было, что прям публикуется результат финансовый с неким минимальным отчетом. Еще одно правило было, что организаторы берут на себя ответственность, что продаются диски Дыркина, а все деньги отправляются в семье. Все. Все. Больше вообще никаких правил. Поэтому Дырфисты, они были практически везде. Во многих городах и даже странах. То есть это получается, что у тебя не совсем какой-то вот прям фестиваль с какими-то организаторами, а скорее такое интересное движение. Братство такое. Да, да. Получается такой очень интересный момент, что ты в разных городах единомышленники, ты можешь заехать на какой-нибудь маленький смешной областной Дырфист. Это все очень трогательно, это все очень мило и хорошо. С самого начала там жуткий идеологический спор. Надо ли, чтобы каждый выступающий пел песни Вени Дыркина? Я хотела только спросить, я помню этот спор. Да. И тех, кто не выдерживал это правило. Да. Или лучше не пошло. Я считаю, что не должно быть никаких таких ограничений. Жесткие. Но постоянно на местах, конечно, обычно девчонки какие-нибудь, которые руководят, говорят, не-не-не-не, хотя бы одну песню Дыркина выучи обязательно. Лучше всего выступил в этом плане великий бар Андрей Владимирович Козловский. Он взял песню Дыркина такую совсем детскую, немножко сырую. Дыркин, ну, как бы так получилось, что очень короткая творческая жизнь. И песни, которые написаны... Все песни ранние получаются. Вот его поздние песни, они очень сильно отличаются от ранних. Если... На фоне болезни, конечно. В песнях... Да, да. Если в ранних песнях там можно понять, откуда, да, он это дело стилистически заимствует, да, то есть он, ну, вырос там на... Что он любит, что он знает, да. Русской авторской песне, да, на русском роке, там, типа группы «Аквариум». Там еще, как бы, видны уши, да, этих предыдущих гениев. Вот. А под конец-то он, ну, просто монументальные штуки совершенно писал. То есть вот его последние песни это совершенные шедевры. Так вот, Андрей взял какую-то его там совсем студенческую песню и чуть-чуть там одну строчку поправил, так что она стала еще лучше, чем в оригинале. Прямо вот так. Вершинство. У Дыркина было... Отдал свое сердце каким-то там... Ну, какое-то... Что-то очень странное, пафосное. Кому он это отдал? Типа там исчадием зла, там что-то такое. Козловский сделал... Отдал свое сердце, и клетка пуста. И там это лучше по рифме, и по ритму, и очень красиво. Ну, это его, конечно. Авторское такое получилось. Да, да, то есть получилось. Ну, в общем, получается, что уже какой-то собственный фольклор вокруг произведений Дыркина получился. Это хорошо прям. Все живет. Это живое. Володечка, а про платформу-то? Расскажите. Кто его вспоминает, гляньте. Да, вот там будет как раз Дырсцена. Какие-то удивительные совершенно участники. У Дырсцены Лика там всех просто позвала. Я прям не удивлюсь, если в какой-то момент Пугачеву позвонит, споет песню Дыркина. Ну, сейчас пока к этому не идет, но уже очень какие-то удивительные участники, которые никогда в платформе не участвовали. А еще, кто там только не собирается принять участие. Прямо вот все энтузиасты, все люди, которые вот так вот, как мы с вами бескорыстно пытаемся нести культуру в массы, все собрались и пытаются как-то поучаствовать в этом онлайне. Очень интересно. Я прошу прощения. Спроятся ли наши техники? Да, вот это вот страшновато. Объем и распределение по часам, вот пока мне не очень, конечно, вообще никак. Непонятно, как это будет распределяться по часам. График будет заранее все просчитан. Ну, да, да, да. У нас же прям инфоцентр очень-очень серьезные люди, которые проводят, например, фестиваль биофака МГУ. Вот они прямо берут на себя администрирование всего этого расписания, чтобы... Ну, больше 12 стримов одновременно наш сайт не показывает, там 12 кнопочек прописано. Но, мне кажется, 12 кнопок по примерно 50 часов, 600 часов, мне кажется, у нас сейчас контента часов на 300. Поэтому можно еще и еще присоединяться. И удивительно, что возможно именно по отдаче какой-то такой публики вот эти странные часовые пояса, где будет не 12 стримов наверняка одновременно. Да, если Америка будет смотреть, 7 утра у них там будет прайм-тайм. Представляете? Возможно, там зрительская отдача даже будет лучше. Почему, Володечка? Поэтому вы имеете в виду, что, например, 5 утра отличное время. Володь, а назовите числа, когда это числа в платформы и... 3-е, 4-е, 5-е, пятница, суббота, воскресенье, июля. Это традиционное время, когда мы проводимся, первые выходные июля, потому что когда-то мы были на Мострюках, а там прям есть народная традиция собираться в первые выходные июля на Мострюковских озерах. Традиция очень старая, и мы из-за того, что эта традиция в результате в нашем лице даже больше жива, чем то, что сейчас там происходит в Самарской области, мы даты не меняем, чтобы не подводить ветеранов, которые к нам приезжают в первые выходные июля. В общем, первые выходные июля. Мы даже, когда был футбольный чемпионат, умудрились провести небольшой скромный фестиваль в эти даты, хотя все остальные фестивали в тот момент перенеслись на август-сентябрь. Да, да, ну у нас просто настолько это не фестиваль, а народная традиция встречи друзей, что, ну на самом деле, какие вообще в целом могли быть проблемы по безопасности. Расскажите вообще, какие установки будем надеяться, что и онлайн пройдет тоже. Ой, я сейчас прям долго думал, какие-то какие-то прям принципы нарисовал в фейсбук, выложил семь принципов. Ну и собственно седьмой принцип, что если соблюдаются предыдущие шесть принципов, то кто угодно проводить под этим названием. Вот как с Дерфестом получилось, то есть хорошо бы, чтобы вот эта открытая фестивальная платформа, это было все-таки движение, а не чей-то фестиваль, чтобы эта штука была вот совсем общая, чтобы где угодно, кто угодно мог сделать, ну и соответственно, кто угодно мог поучаствовать, потому что делить абсолютно нечего, делить только объем работы может. Получается, тут удивительные фестивали, организаторы категорически не зарабатывают, и получается, что чем больше объем твоей ответственности, чем круче ты руководитель на этом фестивале, чем больше ты просто устаешь. Это прям совершенно прекрасный отбор получается, что никаких бонусов, кроме безумной усталости. Это прямо правильно, это как в жизни. Ну и сейчас вряд ли будет по-другому, правда? Хотя нету миллиона проблем с выдвижением куда-то. Я прям думал об этом. Такое впечатление, что это усталость, это то, к чему мы привыкли, на что мы подсажены, как на наркотик. То есть если летняя усталость, наши волонтеры называют, если не упарываться, совершенно безумно, то вроде как и фестиваля не было. Видимо, вот этот момент облегчения, что все прошло, этот экстаз от того, что опять получилось, мы все пытались делать как-то не так, но все равно все получилось. да, смешно. Всегда чудом, всегда чудом. Комары появились, ничего себе. Представляете, на балконе сижу, комары появились. Вот так до города добрались. В деревне нет комаров? Маловато, слава богу, пока грибы есть, Володя. Тема грибов вас волнует? Два ведра, шампиньоны и летние опята. Вот. Два ведра. Да, летние опята пошли, летних опят очень много. И почему-то шампиньоны в лесу никогда не собирала. В хвойном или еловом темном при темном в Олежнике находятся шикарные, как в самом дорогом магазине такие шампиньоны белосины. Нилочка, а я вам прям хочу по этому поводу вопрос задать. Как вы думаете, у нас вот продолжение операции картоха будет, мы треть денег, которые соберем на фестиваль, раздадим просто артистам, музыкантам, кто у нас участвует, по коробке разных прикольных продуктов. Картошку уже все кончилось. Да, я и думала, молодую, что ли, вы имеете в виду? В начале июля еще ничего не созрело, но уже все прошлогоднее кончилось. Я пока единственное, что вижу, можно собрать центр земляники. Я знаю, где. Цветет очень активно. Из земляники сделать варенье и всем раздать. Можно вот так. А какие еще в начале июля возможны дары природы? Может быть, собрать невероятное количество грибов? Ну да, их надо переработать тогда тоже по столице, мариновать, как-то нельзя. Засушить? Засушить, да. Это тоже вопрос, как засушить. Я прям не совсем понимаю, что в начале июля может быть уже готово. Нет, ну понятно, что если бы это все на юге, то жерделы какие-нибудь ростовские, это было бы просто идеально. Но у нас же не совсем юг. Я помню, когда мы проводились в Ногинске, в дендропарке, в парке, который называется Волхонка, то там росла совершенно невероятная дикая черешня. Вот она идеально созрела. Но там не промышленные масштабы, конечно. Можно заготовить чай. артериальный. Иван-чай? Чай, нет, не Иван-чай, а просто травяной сбор, траву уже во все будут свести. Сейчас уже цветут неплохо. И можно собрать прекрасная идея. Прямо спасибо вам. Сейчас буду в эту сторону прорабатывать. Я просто хочу какие-то промышленные масштабы. Красивая упаковка, какие-нибудь мешочки пошить, как я делала в артериальном чай, мы раскладывали мешочки. Подумать о красивой, очень недорогой эффектной такой упаковке. Может быть хороший такой подарочек. я тут вдруг неожиданно понял, что вот эта вот идея всех накормить одним и тем же, это на самом деле глубоко христианская идея. Конечно. Тремя рыбок. Это же конкретно несколько рыбок на огромную творческую тусовочку. чтобы каждый мог стать частью этой гигантской трапезы. В общем, мне все нравится и очень интересно, как у нас все пройдет. Буквально завтра, послезавтра начнем крауд. Вы видели, как я придумал легализовать все эти деньги? Я зарегистрировался самозанятым. Да! Молодец! Мы в прошлом году ломали голову, ломали-ломали, так ничего и не выразили, никакой идеи. Да, сейчас у нас все будет абсолютно в белую. Это типа все мне присылают деньги за то, что я организатор. Такой смешной организатор. Вот. В общем, прямо продумали уже все, уже более-менее все понятно. Буквально два-три дня заработает сайт, и вот эта вот идея с галереей поднимать ее прямо на каком-то своем ресурсе и сделаем прямо прямую ссылку на какую-то первую страницу с сайта платформы. То есть у нас там на сайте будет довольно сложно галерею поднять. Сложно, да? В целом тоже можно, просто нужен кто-то, кто HTML. хорошо знает. У нас там редактор кушает обычный HTML. Вот. А если сделать именно что это прямо вот ссылка куда-то к вам и у вас все готово, то это будет еще лучше. Ну пока у нас не готово, но по-прежнему. Нет, ну вы понимаете, да? Там получается вот пик интереса фестивалю за неделю и дня три после фестиваля. У нас очень интересно все устроено по информационным потокам. Реально две недели в год все остальное время, ну вот мы там делаем какие-то там зимние события с вами, вот когда мы делали там и так далее. Но это все очень маленькое по сравнению с вот этим. а вот конкретно эти две недели поток будет огромный. То есть скажите всем художникам, что их работы увидят огромное количество людей. Прекрасно. наша тема, я почему спросила нет ли сквозной темы, но мне просто кажется, что очень мягко говоря интересный, хотя драматичный и одновременно комичный, не знаю какой вот этот опыт карантина и всей этой истории с эпидемией, он все-таки его надо как-то осмыслять и поэтому выставка задумана Я с вами полностью согласен. Выставка задумана как что делали художники в карантине. Ну вот гениально, очень хорошая тема. Это вот как ровно Денис Цирковых показал. Точно, точно. Там было интересно посмотреть именно как это все дома выглядит. Как цирковой артист, как он живет дома. Они же должны каждый день тренироваться там все и так далее. А тут будет, что художники делали во время карантина. Да, и очень интересно их послушать, потому что не существует платформы, извините за казовистику, только что не существует платформы, где бы художник говорил. Поэтому он на нем стоит клеймо молчуна такого, который сидит в своей вирологии, вообще не говорит, но это совсем не так. Есть художники такие говорящие, не остановишь. При этом поинтереснее это все выглядит, чем артист даже некоторый. Аня Брашкина в Владимире в Фейсбуке публикует воспоминания Авдея Тараганяна, который тогда так сильно испугал Веру Колганову ЦДХ, когда устроил страшную акцию «Юный безбожник» называлась. В общем, конечно, это настолько привлекло внимание к Авдею сейчас. Там такие бешеные споры. То есть там началось с того, что Авдей рассказывает, как пришел к Гельману, а Гельман сидит Марат и рассказывает, какой гениальный современный художник вот здесь. А Авдей входит и говорит, да какой он гениальный, это ужас, все это чудовищно. А оказалось, это был покупатель, который пришел собственно покупать картины и не стал после того, как Авдей ему все это объяснил. И Авдей как некий анекдот это написал в фейсбуке через Аню Брашкину. И первый же комментарий Барата Гельмана. А как же вам не стыдно, Авдей, вот так вот хвастаться тем, что вы тогда не дали заработать коллегию художнику. И там просто такие много-много много-много букв. И так далее. Да, конечно, не хватает вот не хватает общения. Сейчас-то уж действительно, это уж точно. Мы наблюдаем просто, когда увидишь человека, у нас в деревне мы, человека увидишь, и как люди тянутся друг к другу. Им настолько хочется просто хоть что-нибудь друг другу сказать. Понимаете, это совсем другая жизнь. Люди хотят, они так радостно здороваются и хотят хоть что-нибудь вообще сказать. Девочка, вы представляете, сейчас как бы основная тема обсуждения во всех чатах платформы это безопасность, что нельзя собираться, нельзя делать фестиваль в парке и так далее. И я говорю, ну мы же сможем соблюдать социальную дистанцию, не обниматься, не целоваться при встрече. И все пишут, нет, мы не сможем. Первое, что мы сделаем, это крепко обниматься. Да, да, это очень смешно. Не говорит о нашем уме и вообще попытки самоконтроля, но очень смешно, что это считается невозможным. Ну, надо бы с вами уже что-то очень разговаривать. Мне кажется, Андрею придется из этого убирать, вырезать большую половину. Мы, кажется, зрителей замучаем какими-то байками, если так будем продолжать. я так могу 8 часов подряд, я проверял, когда автостопом ездил в детстве. Спасибо, Володя, огромное. Не сказать, что у нас сильно прояснилось, но тем не менее, я думаю, что все равно будет интерес подогреваться, люди будут читать, изучать и искать, что же это такое, куда же им не поехать. Я как раз сейчас жутко надеюсь, что запустится сайт в ближайший день-два. И все, уже можно тогда присылать вот эти работы на выставку. Хорошо, и наш разговор тоже можем там сразу выложить, чтобы уже как бы интерес Да, да, легко. Если вы его опубликуете на Ютьюбе, то сейчас вот эти 12 каналов, которые работают, на них можно поставить не только трансляции, а просто ролик. Ага, ну красота, красота. Поэтому давайте вот этот ролик прям поставим на одну из кнопок вот сейчас. Как изначальную причину. Хорошо, Володя, спасибо. публикуйте на Ютьюбе тогда и свистите. Огромнейшей удачи вам и всем нам. Андрею, спасибо, который не видим, но который с нами активно присутствует. Конечно. техническое обеспечение нашей сегодняшней трансляции. Все, всем привет. спасибо, Володечка, дорогой. Ну давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok